Больше полувека российский Азимут считается самым массовым стартом по спортивному ориентированию в мире. Ежегодно в каждом регионе нашей страны квалифицированные спортсмены, а в основном новички, участвуют в парковом спринте. Для спортсменов это будет больше спринт, то есть тут у них будет стоять задача выбрать маршрут. Кто более грамотно выберет маршрут, тот и победил. Для новичков это ознакомительно, они выбирают любой пункт, который им удобно взять, и пункты будут видны издалека, то есть сложности не будет. Право первого старта у элитной категории. Наметив маршрут, спортсмены убежали в лес, где надо отыскать 20, а то и больше замаскированных контрольных пунктов. Победит самый скоростной и внимательный участник, который обнаружит все КП на местности и сделает отметку специальным маркером в своей карте. Помимо компасов, помощь ориентировщикам, знание топографии, навыки чтения карты и умение рационально выбирать маршрут. Сначала нужно выкинуть те КП, которые очень далеко и до которых тебе не по пути бегать. А потом собираешь свои, вот у меня было 25 КП, нужно было по порядку собрать. Осторожно, аккуратно, нужно было четко выходить на КП, нигде не блудить. Я вот на одном залетела, хорошо. В парке 30-летия Волка-СМ с компасом и картой пробежали более 300 человек абсолютно разных возрастов. Все спортсмены утверждают, что ориентирование на местности – интеллектуальный вид спорта, требующий наблюдательности и собранности даже на спринте в парке, не говоря уже о лесных забегах. Суть таких соревнований в том, чтобы заинтересовать людей, чтобы они пришли и занимались у нас. А как у нас в Омске, по сути, все условия для занятия ориентированием есть. Дистанции в парках стоят, соревнования проводятся каждую неделю. Клуб «Костяк единомышленников», те, которые готов ехать 2 часа, чтобы пробежать 30 минут, каждую неделю есть. Прошедшие массовые старты – неплохая подготовка к чемпионату России, куда и отправятся ведущие омские ориентировщики после домашних соревнований.